Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграмм FreakFamily. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал FreakFamily Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь, приятного вам просмотра. Когда у Наташки в Сербии, и её не будет, наверно, здесь. Не будет? Позвать, если надо. Ну, может, позвать. Наверное. Ну, мы не очень близкие друзья, я думаю, давайте на согласитесь. Так. Ну, позвать же тебе мозг. Первый вопрос. Ну, идёшь нахуй сразу. Второй тогда. Let's go. Первый вопрос. Кого или чего вам не хватает на Твиче? Порно. Папича не хватает. Папича в топе. Не. Подумать надо, сейчас подумаю. Папич. Папичу не надо, Твиче. Я его уважаю. Рекомендации не хватает на Твиче. Нормально. Как на Ютубе охуенный. Не. Не хочу рекомендации, чтобы какие-то ебаные лохи в топ вылетали. Ты проснулся? Он не хочет место уступать. Понял Тронский. Почему тут место? Не хочу рекомендации вообще. Пусть у всех будет свой онлайн, который должен быть. А вдруг есть стримеры? Нонеймы. 20+. Это факт. И они гениальные. И у них нет шансов вообще пробиться. Есть. Как сейчас пробиться на Твиче? Ну как есть? Ну что? Что надо сделать? Ну что? Ты должна повести чуть-чуть. Ты должна повести чуть-чуть. Бальчика тут на центре стояла. Попа ему. Аспринел. Какой-то тип на 100 онлайн сделать. Куренатка. Какого не было еще на Твиче. Ему Твич даст рекомендации. Он выйдет в топе. У него будет тысячи зрителей. Все увидят. Не будет так на Твиче никогда? Да. Не будет. Когда Твич будет помойкой такой, как Ютуб. А что? Мне не похуй разве? Не. Я же не в тебя кинул. Здравствуй, Иван Инсайдер. Здравствуй, Иван Инсайдер. Чего вы не пришли? Да. Потому что я его не звал, столько занов. Да? Зову. Ну да. По факту, может сказать, какой же помойкой, но прикольно было. Были бы реки. Жаль, ты бы так охуел с Твича, когда все тиктокеры бы, блядь, в топе наху были, блядь. Оооо, это кстати факт, ебать. Просто рекомендация. Ставальный карнавал, Даня Милокин, Саша Шляпик, блядь. И стюзор. Не, я не хочу, чтобы в нашем доме такое было. В нашем? В этом? В нашем доме. В Твич, это хаос. Да, Твич хаос. А ты не считаешь, что ты отделился от Твича? О, хотел сказать, что это все уже. Не, не считаю. А я считаю. Не считаю. Если я не смотрю Твич, ну я типа существую тут. Ты ничего не знаешь про Твич? И ты теперь уходишь со стримов 3 металя. Постави стрима. Не, ну можно взять выходной. Подожди. А, держи. Дай вопрос задам. Как зовут Сосовода? Серёга. Сосовод это что, писатель, блядь? История? Ну, я думаю, что все знают, кто сидит на Твича. Давай, давай, давай. Как Морфи зовут? Нахуй это мне слова. Согласен. Подожди, ты знаешь, что такое Морфи вообще? Не надо. Согласен. Подожди. Подожди, знаешь, как Моте зовут? Я у него по лицу всегда вижу, когда он сидит. Я не знаю. Блядь, ну нахуй мне знать, кто там снимет. Блядь. Я смотрю клипы. Я быстрее контент потребляю, мне что сидеть на стримах, смотреть стримы и другие, и чужие. Долго. Вообще стримы пизданута раскрываются, когда ты смотришь долго Мне не хватает Ольгу и Ромчика пиздец Я скажу так, когда ты смотришь стримера долго, он тебе раскрывается как человек И тогда ты ебать как удовольствие получаешь от стримов А когда ты захочешь на 10 минут, типа это полная хуйня На 10 минут я его смотрю, каждый день Мне не хватает Ромы, да, Ромы, Оли А мне не хватает его на новое шоу Типа ты хочешь, чтобы только на одно новое шоу распанили и все? В целом да, в целом можно и правда Реально, у меня по сути шоу делается и Рома там было бы девяточка Что за шоу? Ну интервью, которое говорите Не помню Мы объясняли Вспомни Да, зима конечно лютая, холод невыносимый Единственное, что меня спасает это любимая КС В которой даже нет зимней операции Или же Операция Frozen Blade у Epic Drop Это простой путь получить нож для каждого Правила простые Выполнил задание, получил приз На пятнадцатом квесте Лутаешь перчатки или тайное АВП А на тридцатом и сорок пятом забираешь уже гарантированный перчик Ну а на шестидесятом Бесплатный кейс с ножами от десяти тысяч рублей Билет операции так-то стоит шестьсот рублей Но для вас по ссылке в описании Лично я намутил сто процентный скид Это подарок на новый год каждому из вас Мало? Тогда играй в бесплатную Рождественскую мини-игру по CS 2 В которой тебе Просто нужно добежать курочкой До конца игрового поля И не попаться под пулю врага Играть можно халявно раз в час А за победу Лутать скины А если играть регулярно Можно фармить мегакейсы Вот наполнение третьего мегакейса Всего лишь за восемьдесят пять побед Представляете Все это халявно Нафармить можно буквально Ну за дня три-четыре Ведь играть можно раз в час Бесплатно Все это добро продлится до конца этой зимы И поэтому ссылочку я оставил снизу Так же как и промо На пятнадцать процентов к балансу Ставь ролик на паузу И играй в бесплатную мини-гру по CS 2 И фарми зимнюю операцию Ну меня например Да нет Да нет определенного человека Просто моменты Иногда люди бесит и все Ну Да не, ну не пишите козлы Вы вонючие Что пишет? Ничего Не надо писать такое Кого зовут? На Угадай с одного раза Ну явно ж не тебя блять Ну я бы замутил блять Я бы никому не мутил вообще похуй если честно У меня никто не вызывает каких-то неодельных Представь например ты смотришь Ты смотришь фильм И фильм накладывается Прям через твич И каждый может сделать себе озвучку какую он хочет Не Не возможно Возможно А знаете что было бы круто Если вы будете все смотреть с одного сервиса С сервиса Да С одного сервиса Ты смотришь с этого сервиса И все зрители смотрят с этого сервиса И ты это стримишь А задержка Не хуйня на самом деле идея реально Есть прикольный функционал Если твич добавил такое что можно когда стример смотрит видос Стример открутить А видос делать громче Самому Как вариант Самому просто Ребят Весь прикол твича что можно пиздеть на стримеры И кто в дискорде хуйсосит Вот все что вы говорите Если добавить весь этот функционал Смысла стримов То есть можно зайти на ютубчик И посмотреть видосы какие-то Нет Все равно не так Нет Нет Смысль отвечает Кого-то похуйсосит Над с кем-то поиздеваться Над кого-то посмеяться За что-то подъебать Да у нас подхуйсосить уже нельзя Уже по половину слов нахуй Нельзя писать Да каких Ну допустим Да каких блять Сексуальную тематику вообще нельзя в комментариях Да В смысле это как Ну в чате ты не можешь написать Хуй нельзя Да нет Хуй-то может не можешь Призывы какие-то писать Типа это вопрос шуточный Ну это да Это просто хуй Инсайд Так это сейчас Через год еще хуже будет И через год еще А потом просто будем точки писать Чтоб уже бояр Ну нас не банят Азбука Морз захуярит Да И добавит расширение Которое сразу Азбука Морзу это переводит Да И админ искажает Ебать умом нахуй Создать Ебать Тут запретки пишут Осуждая козлы блять Был бы классный функционал Когда Азбук выделил Какое-то мероприятие в игре И прям с ключа Можно было бы ему Пригнектиться Вот по кнопке Бам В игру Бам-бам-бам-бам-бам Куча людей сразу заходят Да ирония тебя нахуй в игру каждая Да не 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 Наоборот Какое-то шоу ты делаешь И людям Заходят Не обзывает Кого? Меня А я то что так вот ряпкой проскрепил Осуждаю 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 Я знаю что это знаете По Азбуке Морзе Откуда? Сослотов Там Азбука Морзе Да? Осуждаю Сослотов на На подержи я устал уже Морзе Ну ладно Я не знаю 2 questions you come? Да Я заблокировался Да У нас тут 2 questions Вообще Расскажите про ваш самый дорогой стрим Сколько вы в этот момент потратили Не считай казино стрима Понятно что Не перебить уже Тяжело вспомнил Тяжеловато вспомнил Кстати вопрос поставить только тебе Ну я потратил А? Ну крафты только Ну я потратил максимум 150 тысяч Вот недавно было я донатил Ну было тоже вчера донатить Сколько мы тратили? Ну только мне 363 Не нет 10 тысяч А Да 263 и 185 Ну вот нормально По сути пол лямы Чё Я хуже Ты не заебал бы Спали руки об штаны вытирать Я? Ну я Тут вопросы как будто топ стримеры сидят Так нет Ну вот Артура тоже есть крафты Со мной вместе Не ну Самый дорогой мой стрел Это реал с Мальдивы Я такой оборотил на этот стрим Сколько Мальдивы вышли? 60 тысяч бас 60 тысяч долларов Это перелёт Туда обратно и там? Не Туда обратно перелёт И сами Мальдивы О! Выебать всех Выебать до единой всех Кого? А это он про девочек говорит Я про этой Нет А в школьнице Создайте Блядь осуждаю 18 средний? Да Ну вот так типа На казике Ну у меня скоро будет самый дорогой стрим Сколько? Блокотворительный Там 100% дохуя Нет Свои денег полностью Ну кафты Крафты 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 сколько? Как бы забей Вот да 2 миллиона Ну стримхаты ещё будет Ну стримхаты ещё будет Стримхат такой Почему? Ну я там тоже не сам А как тебе стримхаты будет платиться? Ну Там есть кое-какой вариант оплаты Через баннер Баннер? Да Что за баннер будет? Ну казика да наверное А? Казика наверное Нет? Ну там Такое Там ещё ничего не решено Потому что нет смысла вкидывать Да А если это не решится Ну типа Я смотри Злой будет платить часть Если ты Злой будет платить часть Какую-то которую мы обсудим с ним И с остальной я Мы берём Казиков Передним им бабок И Да вы ему школьниц Осуждаю Нахуй С командателем И все было бы на чиле То Лучше варик это Или взять какую-то пустую рекламу Или Пустую это как? Пустую Просто Вот стримхаты Ну типа Ну типа Кэсгуран какой-то может зайти Да и он висит Они столько не дадут мне кажется Сколько тебе стримхаты хоть ты говорил? Да Но прикол в том что Ну дадут они например часть Уже норм Кэсгуран Чё хули Ааа нельзя шоу говорить да? Хуй пойми там непонятно По правилам твича Я думаю тебе можно всё Тебе 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 И тебе можно всё Слушай Я скажу так что Если будем знать хотя бы примерный План на стримхату Я могу кое с кем пообсуждать И может даже вообще ничего не придётся Не придётся вообще никуда платить И всё будет основываться Я батюшки идеи на стримхату подкинул Каждый день стримхаты В 1 часов мы идём на ютубчик В 10 В 10 На ютубчик И вот это вот морда Подкасты в городе И там пообсуждать будем Как прошёл следующий день А чё Да нет Ну у меня есть всё равно Всегда есть 10 стримов А ну тех которые да В любом случае Короче выбор Как сделать стримхату В плане финансового Очень будет большой Да Немного вариантов И это очень хорошо У нас нет одного варианта У нас есть возможность выбрать И никому не надо будет ничего там Просто нам будут и люди стримить Ты знаешь как стримхата Можешь сделать Ты можешь До стримхаты На протяжении Всего этого времени Каждый раз в неделю Делать аукционную Какую-то хуйню свою Как вариант А я думал Может до стримхаты Месяц не стримить Да И хуй на день стримить А? Почему? Зачем месяц не стрим Типа я пропал Поняли? Кто-нибудь знает типа Батюшка пропал И тут стримхата И резко стримхата Интернет там просто лагает Падает и всё Уже на два месяца Про лилей не пропажем А прикинь только запустил Лилей на эту пол и всё Не могу У меня грязные руки Одна Задуша чистая Знаешь на сколько На что я потратил самое много Сколько? На сколько долго А не Хахахаха Бля это пизда Да вы бы видели Я клянусь Это просто было без стрима Вы бы видели его ебло Когда он вышел и купил футболку За 30 тысяч рублей Нахуй Со стримом было? Со стримом Блядь это просто пиздец Я бы сам нахуй в тильте был пиздец За 30 тысяч футболку купить Причем ну неймовскую полностью Да? Это нормальная вроде Я не знаю что это за фирма Я не помню Нормальная Я не знаю что это за фирма Это не ну неймовская Это нормальная Она у тебя Блядь она была мне прийти сегодня Это не футболка Это отеля Это Аделия рабочий футбол Ну он про это её видит Аделия? Да блядь Риверсайз Что такое Как? У неё бренда нет брат У неё просто отель брат Да какой отель блядь? Это не отель Это бренд Чипса нали пожалуйста Вот это вино Фу это пиво Охуенное пиво кстати Ебнутое на голову Не зря оно столько стоит Да действительно Ты пробовал? Пробовал? Ты пробовал? С кайфом Ебало завлить можно Брата ну 10 градусов пиво Посмотри Ну аж коричневая Как вода блядь Знаешь когда Испорченная вода с крана Идёт коричневая Такое же А что у нас по наливам? Ебаня А как на пиво наливают Я не знаю На у вас руки в жопу или что? Не можете планировать стаканчик А теперь сырбай Вот эту Юшечку вот эту Дай мне стакан Я дай мне стакан Дай мне стакан Ну вот она А как лить? Подожди Сейчас она уйдёт Тоже верно Давай дотату Нет Я потратил на кейсы Макс Я знаю Сколько По унисной Турции Если быстро Брат а что Не получится Ну так я и говорю Она шипит Тебя уже в одном споре удивили Строго перевернул бутылку Это факт Пиздец Вспоминай эту тему Про меня пишут всё в чате? Осуждаю Это про меня пишут? Лучше А что сделал? А что там пишут? Ебанут обзывательства А что сделал? Я просто протёр камеру И с телефона сдол У меня вопрос следующий Еще есть Давай Давай Я перебью Вы знаете что правильно пиво пить Не наливая так Чтобы не было пены Да Потому что если ты не нальёшь Нальёшь без пены То пена у тебя будет в животе Да Пена будет в животе Это газы Лучше чтобы она села И так лучше смаковать Потому что пузико будет большое Да Хорошо Тогда Следующий вопрос Что б ты выбрал? Или тебе один раз филзор ебёт в жопу И ты всю жизнь ешь только фисташки Ты ешь всю жизнь только фисташки Но тебе их хватает для жизни Или тебя один раз ебёт в жопу Фисташки на фисташках Меня никто вообще не спрашивает Хочу я его ебать или нет А где минусы? Так где минусы? Минусы Вчера были Хахахаха Спасибо за лайк стати Следующий вопрос На фисташках можно вышли Они очень углеводные Зоя тут тебе личный вопрос Окей Вопрос к злому Что должно произойти Чтобы ты перестал стремить в казино? Навсегда Ооо Навсегда Подожди Давай так Подожди Украшим вопрос Смотри Или ты выбираешь Чтобы ты стримишь газик Или ты не стримишь газик И ты едешь в сраку Нет Смотри Смотри Вопрос Так батюшка У тебя Либо Две тысячи онлайна На твиче И десять тысяч онлайн на казино На всю жизнь Либо у тебя десять тысяч онлайн на твиче И две тысячи онлайн на казино На всю жизнь Бля Послушай Шестен Шестен Да Шестен Это плюсовые вопросы Ты на добро работаешь Я не знаю Ты минусык делаешь какие то Нет Но он на твиче не может Да стримить казик Или можно Нет Ты можешь стримить казик Только у тебя будет две тысячи онлайн на всю жизнь На твиче всегда будет десятка Или наоборот Я не вижу вообще минусов там Ну Так не минусов Либо там Бро сейчас так и есть Бля Я тебе говорю Но тут был прикол что на всю жизнь То есть ты не переживаешь Возможно У тебя всю жизнь будет на твиче десять тысяч Или всю жизнь на казино у меня будет десять тысяч Что должно произойти Чтоб ты перестал стримить казик Ой Ой Ну серьезно ответить или Да серьезно Ладно Чтоб я перестал стримить казик У меня должно появиться дело Которое мне нравится больше чем казино Хорошо Вопрос такой Смотри Чтобы тебе дальше продолжить стримить казик Тебе нужно пальцем Поковыряться в жопе братишки Я кулак засуну Я руку по локоти засуну И потом облизнуть Я достану Вот так достаешь Ау Не понимаю бросики Да подъезжают тебе Что Ты именно по очку двигаешься Тебе нравится что-то такое мерцкое То сметана на жопе То братишки на жопа Блядь Ну это тоже что-то сводится Что скажи Я не буду ковыряться у него в жопе И буду все равно стримить казик А че заходишь Просто поставь вопрос по другому Ты ковыряешься в жопе братишкова По руку засовываешь И облизываешь И эта рука Всегда нажимаешь на прибыл И падает бонуска Или что-то другое Тогда можно выбрать Понимаешь Еще один Вот ты такое же задаешь Ебать Блядь Не О Это лейс Алексей здравствуйте Здравствуйте Лейс привет Здравствуйте Такое придумают что-то пиздец Это ненадолго Это на два года максимум На полтора Да Да Спросим у тебя через пять лет Все Не Дариля на два года не послала Надеюсь Ну Хорошо Давай так Чтоб тебе продолжать стримить казик Тебе нужно встречаться С бабушкой Которая 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 Пускай любит Я что Включен Бро Тебе надо с ней спать Я ее урод не башу За три секунды Всю жизнь? Да Всю жизнь Всю ее жизнь Какой-то мудак ебатый Поверь блядь Приведи мне бабку Я покажу тебе Охуенно пиво Ну крепковато чуть-чуть Там потом завки снесутся Но если брать по-другому мыслить То я ебать одариваю эту старую женщину В возрасте Лучшими эмоциями Лучшими эмоциями В данный момент ее жизни Понимаешь? Кто же ее нужно ебашить? Смотрите Я тихо Я ходу ебашить Проделаю ебашить ее Но проблема будет в том Что если она под стол залезть Она не сможет вылезти Потому что у нее радикулит будет И она так ебает Зависит Блядь Тише Ну да Я его подниму Она в полный рост будет стоять Понял? Ну самая маленькая Маленькая бабка такая Блядь Какой-то уебан Это просто пиздец Субтит Какая-то уебище Дальше это было супер модель А в том Уурт Коротилось Но опыт то остался Обеззубок еще Чтобы приятнее было Бля какое-то уебище Ура, пиздец Бро я не знаю Ты мне предлагаешь охуенные варианты Слушай Вы принесете на директор Не Я бы побоялся туда лезть. Наведи бабушку эту, блядь. Блядь, глаза завязываешь и придумаешь себе. Вася, я беру очки, блядь. Я клянусь, реально, он своего привёз. Да, да, если ты привёз, он подказал. Приведи бабушку, мы запустим стрим. Клянись. Ну согласись, весь чат пишет, что он пиздобол, да? Он же пиздобол по-любому, но он не сможет даже бабушке поняматься. Бабушка Ольга в тебя пишет. Бабушка Ольга, здравствуй. Бабушка Ольга, вы готовы завтра дрочка ебать? Пиздобол пишут. Конечно, пиздобол. Что? Это не про тебя, не волнуйся. Он уже переживает. Мне затради на один с лохом. Он уже понял, подумал, что про него, блядь. Да не про тебя это, блядь. Мне кажется, реально, ты бы исчез сразу. Конечно, ты бы не смог. Только провёл опыт, сказал, не ладно, пацаны, лучше казик не буду стримить. Блядь. Нет. Вадя говорит, что я пиздобол, хотя эта история, она сюрреалистичная. Нет, вы не знаете. Ладно, ты бы смог бабку 80 лет выебать? Подожди, вдруг у него фетиш на бабушек. Мы же не знаем, блядь. Вдруг ему нравится, нахуй. А ты бы? Я? Нет. Клянусь. Клянись. Почему? Нет, я бы в банках в разок поводил. Нет, смотри как, подожди. За 1000 басов 100 заебал даже. Ну смотри, сколько это лет? 80 лет. Да хуя. Нет, давайте меньше. 70. 70. Ты что скидываешь? Это демон? 60. Давай до 40 старгуемся. Нет. Ты что, охуел 40, это не бабушка? 40, дядь. 40 лет не выглядит. Лучше нам, чем 25 лет, если что. Ладно, с 40 басов, да? И 5 бабушек стрик должен быть. 25, дядь, сделаю. От 60 до 80. Стрик. На руки? И ты делаешь. 5 бабушек надо делать? А где у вас тут бабушка? В смысле, ну быстрее? Ну вот так вот тут мы сейчас стоим, сидим и вот так. Натеряй кружок. Нет. Натеряй кружок. Без шуток не хочу нигде показывать. Я тебе сейчас напишу боевал 40 сын глядя. Тебе надо вложиться в одну минуту этой кружка. Чтоб мне перезаписывать. А ты не улыбайся. 27 ей. Сколько ей лет? 27. 37 ей присоединяй. Я думал ей 22. Так это в самом соку. Что ты пиздишь? Я тебя сейчас сам в самом... Козел, блядь. Он тебя кстати подсидит. Ни хуя. Не слушай. Он тебя подсидит. Ага. Тебя то точно подсидит. Видел донаты гаечки? Это он. С кем? С стороной? С кем тебя? С кем косточа подсидит? Он говорит мама, ты выезжаешь с квартиры, я гаечки доначал. Он продает нам квартиру и гаечки доначал. Наверное, ты спалил меня идиот. Ты же на нем написал. Мама сейчас по заброшкам. По альянам. В стрижевом? Ну. Ладно, еще есть? Ты когда только третий был, да? Конечно есть. Ты еще упал только? Нет. Хочешь на тазик? Не хватает Серег десалка. Что бы про кальяны как дали. Бля, Сережа. Что не рожа, то Сережа. Хотелось бы и Серегу сейчас. Монгола? Тоже. Раскука, помоги. Бля, Денис, что это за вопросом, бляди? Какой? Задавай. Трогали ли вы нарочно чем-то пенис? Чей-то? В смысле, чей-то пенис? Да. Нарочно как это? Я помню. Ну, типа. Не, я помню, короче, в классе. Не надо. Когда был в классе, короче, меня поставили... Что? Там тебе вопрос в части, да? Прочитай. Ты скроллица. Ну, останови, да. Да он... Как? Ты можешь сам прочитать? Не, я не хочу такое читать. Короче. Слушай, дай я расскажу. Ты нашел? Да, я расскажу. Ну, прочитай. Не. Давай, прочитай. Эвелон вернуться к... Ну, я не буду это читать. Да, читай. Ну, вот, на, читай ты. Эвелон вернуться к Наташе или наступить на противотанковую мину? Противотанковая мина? Да. Противотанковая мина? Она от человека не должна взорваться, нет? Своя мина? Слушай, реально, да? Слушай, мне будет лошадь, я наступлю и все. Все. Слушай, ну как это? Как это вернуться? Противопехотная. Ну, тут Наташа, а там противопехотная мина заедет. Не, если я сдолкну на них, что за тупой вопрос, блять? Что, еблан сдыхать? Возвращаешься? Да, и потом расстануться опять. Опа. Упачка. Ну, а что? Мы расстались. А что? Что такого? Короче, я был в школе, меня поставили. Я очень сильно кричал, меня поставили. И у меня что-то, как-то пенис чесался. Я парту так обугал, такой нямнул, такой думал, не бай, блять. И вы ему парту, да? И кончили там? Нет. Сука, я сейчас скажу, кого? 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 Учительница. Молодец. Я свой хуй трогал или вражеский? Не, вражеский? Не, не, для меня не было такого за мной. Ну, ты дрочишь кипами, блять. Не дрочишь кипами, блять. Не дрочишь кипами, но мы не дрочили друг другу, Вась. Подожди, подожди. Смотри, прикол такой. Опять же, друзья? Давай, да. Или ты дрочишь кипами, или они... Не, сосёшь. Ну, в смысле? Тихо. Смотрите. Прикол в том, что я... Я видел члена. Вроде бы, если не мятная память, ни разу не видел вражеский фенис. Серьёзно? Да. Нихуя. Я в бане видел. Пизёж. Да, ты где-то... Кстати, вчера рассказывал. Помнишь? Точно где-то видел фенис. А, помню, помню. Кого? Иви. Помню? О. А-а-а-а. Ты точно видел члена? Нет, ну я не видел там. Порно, брат. Сколько ты хуё пересмотрел? Я реально в жизни не видел ИРЛ. Ты почти пустой? Я реально не видел ИРЛ. Я видел допуя пенисов. Я по факту, мы каждый день начали на вакте. На вакте, когда работал, мы же в общественную баню ходили с мужиками. А, так я тоже видел. Я в общаге мылся. Там вообще эти душевые были. Я тоже пенисы видел. Да, Максим Расгран... Я пиздобол дырявый. Ну а куда ты не пиздел то? Я видел в ЗАЛЕ. Ну? Там типа с голоду в ЗАЛЕ ходят? В ЗАЛЕ? В ЗАЛЕ. Переодевались? Нет, в ЗАЛЕ реально я видел. Не, а то, что ты думаешь, нет. Я понял. То было вкусно. Да, в ЗАЛЕ реально видел, да. Я этот вопрос именно трогал, понял? Нет, так я даже вот вспомню, что я реально один раз в жизни видел. В ЗАЛЕ пишут. В ЗАЛЕ пишут. Дай его до вторым, да? Чё? А куда? Я его много видел, но не трогал, нахуй нам не надо. Ну давай вопрос дальше. Да вопрос давай. Кто его задал? Уволю его нахуй. Хорошо. Кстати, у тебя вопрос. Ну, глядя, а что? Кто? Ты, кстати, сегодня про это рассказывал. Какую из страны Африки вы бы хотели посетить больше всего? Чё хочешь меня за квартиру? Я никогда не поеду в Африку. Никогда. Мне нравится африканская музыка. Охуенно, блядь. Вот это. Бам-бам. Это велосипед у нас тут есть. Как это называется? В Нигерию я бы съездил, да. Я понял. Что это? Уганда? Уганда. Уганда у нас тут называется место. Там одни... Кто? Аврамиканцев. Ааа. Вот их музыка мне нравится. Кстати, там еда как будто выглядит охуительно. Не, я не пробовал ни разу, но там выглядит еда охуительно. Знаешь какую самую худшую еду, которую я видел в жизни? Какую? Индийскую. Не видел? Бля, это просто ужас пиздец. А чё там? А чё ужас? Ну я не знаю, там они как будто всё в кашу хуярят. А где ты видел? В тиктоках попадается мне. Так вот. Музыка Игнайцев никогда не поехала бы в Африку, боюсь там... Вы знаете, что когда в 17 веке Европа когда везде... Ну ёбки ебаные. Европа колонизировала Африку. Они не могли зайти в центр Африки, потому что там было очень много болезней, которые они не могли с ними справиться. И они даже когда чертили карту, они чертили её... Смотрите, как его забайки. Посередине была такая мапа и написали там смерть. В чате просят про Наполеона рассказать. Потом. Не, Наполеону просят. После 10 зайдём. Не, расскажи про Наполеона. Я не буду рассказывать про Наполеона. Они очень хотят. И в чём прикол? И там очень много болезней. В плане комари, там... Леопарды. А это как комари? Нет, нет. Малярия есть. Комария. Я боюсь туда ехать. Комары. Там по-украински говорят комары. Там не опасно. Я не знаю, что меня там ждёт. Я не хочу в сафари. Вдруг я выпадал с этой машины и меня отъебашит левую какую-то в сраку. А потом эти оруды доедят. Прикинь, как было бы охуенно, если бы по всему миру интернет выбрал. Везде, в любую точку. В Африку. Джумалуму. Эверест. А я видел, кстати, как в Африке снимают тиктоки, где они воду разливают. Да, вот. Видел? Как они танцуют толпой, я видел. Брат, нет. Это реально тиктоки. Человек типа выёгываются, что они вот богатые. Реально? Да. Причём, что бы ты делал? Так это дети шлюх. Так а нахуй это делают? Знаешь, как они делают, чтоб ты понимал? Я вообще этого не понимаю. Если у вас, реально, если там есть дефицит воды, ну как будто это супер странно. Знаешь, как они делают? Так я говорю, дети шлюх. Они вот так берут воду. Зачем это делают? Они вот так берут воду и вот так. Пол так. Еле-еле капают. Пол так еле-еле капают и назад. Понял? И танцуют типа. А, уёбки ебаные. Да их по-любому чате типа видели в тиктоке. Стопроцентно. Там писали плюс видели. А где они собрались? В Африке. Мы в Африке сейчас. Город Белград. Подожди, а что это за вопрос? Поеду ли я в Африку? Нахуя! Так я не знаю, вопрос такой задали, блядь. А че, знаешь что? Мне лично? Да. У тебя фонгаза, ёбанга, братик. У тебя фонгаза там, никто тебя в чат не знает. Кто я? Ты? Кто я? Были ли проекты, которые вы не хотели стримить, но взяли из-за большого депа или оплаты за стрим? Да. У меня так скажут, Катя. У меня не было. Смотри, на волю всегда сидит. У меня не было. Не было? Ни разу? То есть ты взял рекламу, вся реклама, кто-то брал, тебе нравилась? Да. ВК, плей, вот это, роблокс, как-то нормальная была? Да, блядь, экран у тебя вылазит, дерьмо. Санина, ёбаная. Какое дерьмо? Какое дерьмо? Это полоска такая, как будто ты сейчас взорвешься, и потом резко, блядь, на полэкрана. Так это же не, это не обязательно реклама. Ну все, у меня не падает. Костя, а у тебя были проекты такие? Драма и топ. Не было, нет? У тебя было, Макс? Конечно, дохуя. Я Яндекс ебаный взял, договорились с ними, говорю, бля, ребят, я не умею делать ТЗ, реально, типа, я не умею делать ТЗ. Это даже не в хейт им. Я, типа, сказал сразу, что я не умею делать ТЗ, и я буду делать так, как, ну, как, типа, как я умею, короче. Согласны? Ну, не как, короче. Согласны. Не, нормально было. Было в шутку. Потом проходит пять минут стрима, мне, наху, такие сообщения, типа, блядь, надо то, надо то, надо то, надо то. Я говорю, вы че, ебанулись, я просто забил хуй, блядь. Там доделали как-то, я говорю, мне не деньги, ничего не надо, говорю. Я сразу говорю, что я не умею делать по ТЗ рекламу, все. Мне не надо, ну, не хочу учиться по ТЗ делать рекламу. У меня до хуя такого было, у меня. Я вижу по ТЗ рекламы только шуточные какие-то, все. Как бустер делал рекламу говно телефона, там в интернете, блядь, видос, да, там супер смешно. Ну, вообще, раньше было супер падло в кейсы западить рекламе. Но бабки не падают. Кейсы? Не, кейсы я с кайфом рекламил. Мне не раз реклама Геншина до сих пор. Ну, мне не нравится эта игра, наху. Ну, я виноват, что они до хуя платят или че? Энлист от рекламы у меня была, она мне не нравилась, но охуенно платят. Не знаю, Геншин не противная игра, мне реально можно поиграть. Ну, хуй знает, я не скайп не умирал. Я бы на раку скайп умирал. Ну, мне не было таких, что я пиздел на рекламу на деле, но, типа, нормальный проект, просто не сошлись мнением. Репы не дали, да? А че там за вопрос был подошли? Если честно, то типа, не было такой хуйни, потому что врач бы все и так нормально бывает. Я просто, если мне не нравится проект, я просто не беру, нахуя, типа... А вот нахуя вообще реклама, если это нахуя. У меня нет, у Ликса, у... Короче, у Ликсау... Короче, не буду говорить, но есть, короче, стримеры, пул. Смотри, все кричатые. Один и тот же менеджер, один и тот же рекламный аген, у них дохуя, у меня нет. Просто ты понимал, все всегда кричали, все, кто свяжутся с казино, у них не будет никакой рекламы. Бля, у меня до сих пор реклама валом нахуя, просто валом, блядь. Так очевидно, это пиздеж. Конечно, это пиздеж, блядь. Всем пофуй вообще. Но аудитория самая, 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 самая большая. Та, давайте, где нахуй. Так договори, я не понял. Самая платежная аудитория. Да, платежспособная, да. Я бы не сказал, что казино аудитория самая, аудитория самая. То есть, Рэши до Флэджи нравился всем? Нет, мне тоже Рэши до Флэджи не нравился, но Рэши до Флэджи платили больше всего за все время. Какая самая, самая, самая высокая аудитория? Аудитория, ты знаешь у кого? Ну, мы там и знаем у кого. У кого будет? У Вудуш, наверно. У Вудуш, да? У меня там челы на частный джеток летают нахуй. Да, понятно. Там вообще пиздады. Ну, я видел сторис его, он репостил себе этих челов. Он уже на казик уже возьмет блядь. Зачем ему казик? У него вполне все адекватно. Не, у Вудуш, я думаю, типа все прекрасно в жизни. Ему казик вообще не нужен нахуй. Папич? Стрейн? Кому нахуй вообще нужен казик в жизни, ребят? Вы че ёбнулись? Тебе? Ну, кроме меня, да. Ну, если в вашей жизни есть казино, ребят, то я тебе что-то делать не так. Ты шуток. Почему? Потому что если его слишком много, то это типа ведет все в один конец. Уламание. А если оно есть, казик есть, ади вообще лудомание не развивается. Ну, видишь ты такой тип? А есть типы, разок въебали и папа въебали все. Ну, въебали все. Двугневный? Ну, ты считаешь, это жёстко? Алкоголические, знаешь, у меня были в Турции, когда я пил каждый день? Оооо. Я помню. В этом период был. Не, ну, давание делится несколько факторов. Я считаю, что... Но когда я проигрывал много? Я никогда не проигрывал больше одного депа. Никогда. Депа? Одного депа на 100 тысяч долларов. Вот, например, у них... Не. Вот ты проигрывал сколько своих депов? Десять? Блядь. У меня... Ооо, только недавно 15 депа. Я никогда не проигрывал больше одного депа. Я никогда не проигрывал больше одного депа. Ты молодец. Я сижу, бывает, собак под 200 долблю мне с кайфом. Я не понимаю, как это, блядь. Потому что мы стримим каждый день, это дерьмо, бро. И поэтому, блядь... Смотрите, я крутил так же, когда я рекламировал. Да, он на стриме может ебашить по-нормально и без стрима. Красавчик. Я без стрима просто под 200 ебашу мне с кайфом. А мы наоборот. Да. Мы без стрима докусим, блядь. Без стрима, блядь, пошла хуйня по трубам, блядь. Да, это ужасно. По 200 баксам, да. Стрима просто никто не видит это. 30 рублей. Таня, я когда по сниму в ебу, я сразу говорю, что я такое прыгал. Чтобы не чувствовать себя крисой. Нет, ты говоришь только если ты в камбрак полсов. Нихуя. Я на стриме говорю, что я ебал там 4 миллиона на 5 миллионов. Просто. Вопросы чата внезапные. Расстаться с девушкой или каждый день стримить со схватом, который ненавидишь? Ну это не про тебя, наверное, этот вопрос, но в целом. Я одинокий. Не. Я расстался. Я одинокий. Ну девушка, если у вас есть. Если у вас есть девушка. Какие факторы с девушкой? Сколько ты встречаешься с девушкой? Ну полноценные отношения. Полноценные отношения 2-3 года. Что зависит от девушки. Хотя знаешь похуй, можно и постримить поебать. Стримить трафику. Да если у тебя малая, блядь. Ты любишь свою молодую. Тут двусместная фраза в том плане, что можно... Которую ненавидишь. Так как у тебя девушка. Прим. Даже если ты ненавидишь, у вас одно дело, блядь. У вас один бизнес, у вас один проект. Мне плохо. Я как плохо. Я буду постримить с девушкой. Я живу работой. Остаться с девушкой постримить с уёбками. Я честно, я понял, что я живу работой. Без работы я никто. Типа, ну я карьерист. Мне плохо вообще. Нет, ты не карьерист. Ты работяга, но не карьерист. Если связать. Карьерист это всё, это человек, который всё делал для карьеры. Ты не такой. Ну да. Ты бы мог и видосы, и тиктоки, и всё хуеря со всеми коллабить. Нет. У тебя была команда. Я раньше всегда ставил отношения вверх. Для меня было типа, вот девушка это была самая первая. И сейчас так будет. А теперь я понял. Самая б***ь это я. Типа, когда я полюбил себя вообще. А потом я понял. У тебя ещё ничего не было после расставания. Поэтому ты так говоришь. Ты же не знаешь, что будет, когда ты найдёшь девушку, которую ты любишь. Нет. Я... Может быть... Ф б***ь. Какой Ф б***ь? А я камеру переключил, а Ф было. Ой нет, камеру переключать не надо. Браво, он так греется у тебя. Он тёплый? Нет. Нормально. Не зоми, да? Я понял, что... Нет, я был бы с малой. Первое это должен быть... Ты должен быть для себя. Сам для себя. Потом должны быть твои родственники. Потом уже девушка, друзья. И... Нет, подожди. Родственники. Потом карьера. Потом уже все остальные. И так проще жить. Когда тебе кто-то наплюёт в душу, ты такой... Ну окей, ничего страшного. А когда ты его ставишь выше себя, ты так расстраиваешься, п***ь, что у тебя вся жизнь нахуй меняется. Фу. А ты сам себя даже обмануть нахуй не можешь, п***ь. Ты так же думал? Да. Сколько раз тебе сердце разбивали скиллз? Два. Кто это был? Скажи мне их имена. Скажи, я найду их. Ты всегда разбил сердце? Здесь нет. Два. До этого. Кто два? Два парня, б***ь? Или кто? Б***ь, я не буду говорить, такое мне надо это, б***ь. Просто. Ну мало пива выпил. Вот сейчас бы, сука, водочки, б***ь. Да, без трима надо ещё сказать. Вот бы сейчас виски, б***ь. А виски есть? Я говорю вот, всё дело в которое ты вкладываешься очень сильно, тебя очень сильно ранит. Вот так многие в отношениях, типа, они ставят своего любимого человека выше самого себя. Так. И просто гробят своё моральное здоровье, своё здоровье. А знаешь в чём проблема, почему так делают? А потом этот человек берёт и просто нахуй в один день входит. А знаешь почему так? Почему? Это не у всех. Потому что они как будто думают, что нашли ту самую единственную. Да нет, просто многие люди очень сильно думают, ооо, она меня или он меня полюбил. Больше никто не полюбит. А если бы в этого типа было бы 100 подруг, он бы так не думал. Он бы был уверен в себе и в любой момент принял бы то, что она уйдёт и сказал бы, дай ей пиздуй, б***ь. Я уверен в себе, у меня есть куча малых. Люди, которые думают, что их больше никто не полюбит, нахуй. Вот им надо в первую очередь задуматься, б***ь. Я не понимаю, как могут быть отношения, ну, для кого-то это нормально. 8 миллиардов людей нахуй. Типа сразу одна на всю жизнь, как это может быть? Ну нет, типа у тебя первая малая, всё, а вы с ней 10 лет, вы б***ь, снимутите и висите, всё. Б***ь. Это лак. Бальчик, тебе вопрос. Ну это сложный вопрос. Давай. Эвелон. Африка получает неограниченный запас води или выходит тачки 4? Ну, б***ь. Они на выходе или нет? Ну я бы тачки 4 пикнул. Но они всё равно выйдут. Нет. Если выбираешь Африки воды, то всё, не выходит тачки 4. Нет. У нас и так перенаселение, я считаю. Б***ь, я уже сижу, плачу, смотри, тачки 4. Хороший тачки 4. Да нет, конечно нет. Да ну это вопрос просто рофл. Да нет. В тиктоке такие тупые вопросы есть. Мне недавно попался вопрос. Спасти свою маму или спасти 10 миллионов человек? Я бы маму выбрал. Спасти свою маму или... И причём... Лайф натурал. И причём за спасти маму проголосовало 25%, за спасти 10 миллионов человек 75%. Это ебать бред нахуй. Плюс реп. Это какая-то фейк. Там просто кручивают тату, что такие долбоёбы типа... Ебать! Я чё, чё мне ноги видел? А чё? А чё? А что надо ответить? Про маму? Подожди, ну там 10 миллионов рандомных человек. Да. Похуй. Я маму спасал, конечно же. Прикинь, из 10 миллионов рандомных человек. Прикинь, ты такой сидишь, тебе говорят, спасти маму или 10 миллионов человек. Ты такой, плачешь, нажимаешь, спасти маму, и мама у тебя умирает до 40 десятков. Это и нагрузка. Да я хоть ебать. Да нет, ну это не так работает, козёл. А что за это? В треке... Эта, хуйня была в треке. Она тренирует бабушку, бабушку. Откуда деньги у Вилона, если у него нет рекламы никакой, это всё запас из прошлого? Отвечая за Эвилона, он ограбил Наташу Гинсуху. У него больше денег нет, у Наташи. Ребят, JSX мой бренд. Только твои деньги? Не реально, скажи, ребятам, откуда у тебя деньги? Да мне нет денег. Ну реально, мне нет денег. Просто немножечко ворую. Пачка курди. И удули, бля. Немножко воруем. Там, тут, сям. Не, ну... Вы просто на ТГВодосы не подписаны. Там, каждый день у нас телевета. Казино стрима, да, выходит? Да, каждый день. Раз месяц, блядь, дам. Я при чём? Я не при чём вообще, ребят. Как ты, блядь, поставил орешки так рядом? Я поставил их по центру, ты пододвигаешься до их. Ты пододвигаешься? Ты, кстати, всю тарелку уебал. Пизди. Клянусь. Чипс, тебе вопрос. Вопрос чипсу. Сколько шлюх уже заказал в Сербии? А дом? Ну, смотря, если... Он её так выебал, что её гепортировали. Это, кстати, фраун. Да нахуя? Не надо. Не надо. Расскажи. Думаешь, в доме стреляли, блядь? Это чип сломил его. Чипс, как ты звали? Но это всё равно фейк имя. Не, не фейк. Это настоящее. А ты скажи фейк. Она с паспортом прислала. А? А ты видел её паспорт? Я ж видел. Какой 18, блядь? Дай бог, меньше сорокан. Это фейк имя, блядь. Я тебя очко ставлю. Блядь, Касян, я ж знаю, что... Блядь, у неё погоняло было. Ты её верил? В смысле, имя в карте, блядь? Фейк в банке, блядь? Ну да, под подружку заточено. А подружку это мама эта. На карте, блядь? А у неё были дети? У неё были дети? Я не знаю, но вообще не было, блядь. Ты думаешь, она приходила ко мне с детьми, нахуй? Сильно, да, заказала, блядь? Малая прилетает. Я её подарил подписку, прикинь? Так что, сколько шлюх уже заказывал в Сербии? Ну одну. Нет, я не буду. Одну, но много раз. Пойдёт такой ответ? Да, сколько раз? Ну раз десять, наверное. О, двушка улетел на шлюку! Сколько? Двушка, да. Охуеть. Это сколько? Это сколько? Сколько Эксидая могла пройти? Два месяца жизни в твоей квартире пройдёт. Ну, блядь! Ну ты чё говоришь такое? Чё? Ты сказал Эксидая? Ой, я сказал. Блядь, какой ты ебалал, это пиздец. Блядь, какой ты был моё. Ты чё, ты будешь с Эксидаем разбираться. Нет, я хотел, я клянусь, как зовут эту? А, всё правильно. Я тебя сейчас знам, блядь. Подожди, нет. Подожди. Чё ты сказал? Эксидая. А что с ней? Батя, жёл сегодня лайки. Как звучит? Успокойся. Да заткни! Эксидая! 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 Как это мы скиллзап переключились на макс? Это все правильно. Давай вопросик. Сейчас он тебе задаст козырный. Я не боюсь, когда мне отвечать. Это я, там он задаешь вопрос и сидит по полгода думает, потому что не может ответить. Так о чем мне отвечать? Помнишь, как он не решился 5 долларов за лутайзик? Да. Что там был за выбор? Не знаю, я прям думчивый. Вот мне предлагают прямо сейчас. А, а там вроде, кстати, про Хиситая было. Да? Да. А что выбрал? Нямнул ее. Там надо было либо тебе Хиситая приезжает там 2 недели, вы встречаетесь, и все дела, и ты получаешь 5 миллионов долларов, либо ничего не получаешь. Не, что-то было не так. Ну как-то так было. А кто давал 5 миллионов долларов? Ты. Бля, Вася, знаешь, что я сделал? Задамажил тебя. Блядь. Ключи БКБ нахуй. БКБ вот. Как это не спало? Вот это. Это не до маслины, блядь. Опа. Ебать, мазали, сука. И вся жизнь здесь, блядь, в бутылке просто. Я ебал. Ебать, кстати, это так красиво. Сфоткает вот так алкоголика. Типа фоткаешь бутылку, он внутри стоит в воде в пене. Типа такой. А, помогите. Типа вон там, да, он стоит? Типа. Карабкается наверх. Да, его не могут вытащить, его там стоит Максим, допустим. А ему. Знаешь, а ему опускают сыр эту вязанку, вязанку, косичку. Типа ему опускают. А ее можно только на шею надеть. И он типа понял, и он вместо того, чтобы лезть, он ее ест. Понял? Нормально. И забивать пил. И все. А потом он толстеет и не может вылезти в эту хуйню, потому что он не может пролезть сюда. Вот так. Потому что кто он? А почему он голодь кидает? А где? Это какой-то мальчик. Это строго. Слушай, у тебя музыкальный вкус, ну просто, не знаю. Где бачки? Куда ты наливаешь? Ну нахуя ты на кости у плохого парня? Не, ну это тогда как нормально. Но в целом до этого, ну обладает, тобой обладает. Ну ты решил сказать, что ты был на этом треке, да? Не, ну просто я уже заебался, честно. Есть американ мюзик. Какой? Да. Дай мне его. А есть африканский. Давай африканские треки послушаем. Классные. Папу-пэ. 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 Не знаю, но мне уже больше нравится. Потому что он чиловый, классный и позитивный. Ебать. А там все читают про жизнь. Как вы думаете, а все рэпери читают правдиво? Ну, рэпери читают треки типа, я там еду на Бэнкли, у меня два ствола, у меня в багажнике 2 миллиарда, я ебать разъебал, я разъебал всех там. Папа-папа. Пи-пи-пи, я стреляю на улице, все, я ебашу. Йоу. Это, как вы думаете, это правда или нет? А что это за трек? Скрябин? Да. Конечно. Как вы думаете, это правда или нет? Кто? А вот это кто? Да. Похуй. Монико, я умом. Ты охуел? Похуй. А может, мы попиздим? Похуй. Ладно. Ты чё-то там басарил, но мне похуй. Да. Сюда, Луни. Где вопросы, ублюдок? Вот он, спина не болит. Давай за половину. Так задавай. Не-не, я прям пиздец. Хватит. Да, это ужасное кресло, невозможно на нём сидеть. Это самая Вещевская хуйня, я бы её сжёг нахуй. Она ассоциируется меня с Турцией это кресло и с Азимом. Азим, блядь. Ну давай, вопрос. Азим, сука, где мои деньги? Вот вопрос. Давай. Вопрос. Хуйня. Вопрос. Мерили ли вы когда-то женское бельё или туфли? Женские. Думаю, бля, мамины туфли одевал по приколу. А я тоже туфли, наверное, только мамины одевал. Тихо, блядь, мамины. Бля, я тебе Робку расскажу. Мне Кен, ну как Кен, знакомый просто, не друг. Вообще просто так чисто. Он с моими подругами висел, с моей соседкой. Шутил, что они сделали. История всегда. Да. Вопрос. И все его падали. А нахуй ты стреляешь. Так, можешь не перебивать пока при памяти? Короче, он был женской натурой такой. Он на нежном двигался. Да? И такой голос у него. Вот такой. На нежном. Не-не-не. Не буду говорить его имя. Кстати, он потом... Все. Заметнулся на вражку в сторону? Да. Он потом именно вот так. Без шуток. Отвечаю. Вот тип валил за монеты. За лайф. Ладно, не суть. Короче, что они делают с типом? Понял? Ну, они его одевают. Дают ему паричок. Красят губы, бля. Щечки красят. Идут в ПТУ. К типам. Просто попиздец. Назвали его Анжелой. И что ты думаешь в этот моментик? Он сидел. Преображался. Там, типа, на женском говорил. И его тип хотел склеить. От тарабани. Такими. Ну, ему приставал. Что? Не-не-не. Ну. Ну, короче. Ну, не Дианыч просто таким образом. Ну, типа, хотели тупо оттузить. Но он, типа, сливался. Ты, по-моему, просто себя так хрустил. Ну, потому что я не знаю. Может он сам захотел или девчонке предложили. Я не знаю, что у него на душе было. Лебор кредит. Лебор кредит. Ох. Вопрос для батюшки. Ну. Когда Ринк уже приедет? Да, бля. Сего надо приехать. Увидится, подружки. Может, увидим-ка. Как раз курсы, можешь приехать? Не помню. Нет? Стрим был. А что? Не помню. У тебя стрим был с кем-то? Да. Так, батюшка, что бы вы выбрали? Так. Давай. Твич конца 22-го года или твич сейчас? Твич сейчас. Твич сейчас. Твич сейчас. А я не помню, что в 22-м было. Сейчас твич охуенный. Мне реально есть что посмотреть. Я кайкую. Я стримлю с таким кайфом. Просто пиздец. У меня каждый стрим, это просто пиздец. Я стрим включаю, я понимаю, что охуительно. Каждый стрим, любой стрим. С чем это сейчас? Даже ты как лифт 3 часа охуительно. С чем сейчас? С чем сейчас? Потому что я начал контактировать с аудиторией. Я уже говорил. Так, нет. Смотрите, вот я, грубо говоря, этот год. Часть года. Да. Полгода. Я говорю, я как тот отец, который всю жизнь работал и пришел и узнаю сына заново. Это охуительно. Подписки очень. Ты раньше как у ёбок стримил, пиздец. Ни донатов, ни чата. Да. Ты не мог донатить людям даже, даже не донатил. И сейчас тоже. У меня по полгода не было донатов, да. Я раньше, это, нет, я раньше, потому что, я раньше такой, ну, мне не нужны деньги. А сейчас ставь донаты. Нужны деньги. Чисто для контента. Я не могу сделать супер маленькую сумму, потому что они начали как больные донатить. У них крыша, смысл. Так ты даже по 250 рублей донатить. Ты даже такой. Но по 1000 нет, кстати. Да, у больных забирать тоже такое себе, конечно. Максимальный твой донат. Сколько тебе задонатили максимально? Миллион. За добавление в друзья. Куда? В стим. Охуеть. И стим забанили, ебать типа по визгу. Ну там чел был. Ну он заслужил этого. Ты видел у него донаты? Я видел стрей, да. Там смешные донаты, веселые. Как у меня Патрица, у нее просто по 1000. Я иногда спрашиваю, почему у меня Патрица, у нее по 1000. Я иногда спрашиваю, почему у меня Патрица, а у нее по 1000. Мама говорила, кто на что учился? А? Кто на что учился? Кто на что учился, понимаешь? Был бы ты дотером таким смешным. И бородка у тебя было бы. Слушай, ну ты тоже нормально присел. У тебя малая, смотри какой круг общения. У тебя малая зарабатывает больше чем, блядь. Смотри, да. У тебя вот сухари еще, пиво есть, блядь. А стрей сейчас вот так сидит? Ну не знаю. Может и да. Но мы не знаем об этом. Я думаю стрей есть. Что есть? Все. Давайте вопрос жесткий про деньги. Давай. Нихуя не жесткий кстати. Когда вы в последний раз смотрели на то, что вы покупаете, на цену того, чего вы покупаете? И что это было? В смысле смотришь на цену? Ну бонус казалям просто. Я на ставку всегда 100 рублей. Да причем ставка? Компьютер. Компьютер, ты реально раздумывал, что столько он стоил, да? Ну мне скинули сметку. Если я посмотрел. То есть не можно угадать цену. Да. Эй, а как понять? Мы типа что смотрели. Задумал ли я обоплатит чего-то дорогого? Это другой вопрос. А смотрели ты на цену конечно вот компьютер покупал. Типа ты такой посмотрел и такой. Оу. Типа вот цена. Типа ты прочувствовал эту цену? Я в последний раз прочувствовал цену только когда поршу покупал. Пиздежно. Серьезно тебе говорю. Это было очень дешево. Ты сейчас говоришь про покупку билета. Да, ты только что за билеты пиздел брать. Только потому что я не хочу делать кости некомфортно. Только из-за этого. Ага. Потому что лечу не только я. Летит Костя. Поэтому я понимаю что билет 700 тысяч. Может ты не закончишь платить 700 тысяч? Так а что ты купил? Это же адекватно максимально, нет? Нет, это правильно, да. А что ты купил порш? Ты даже себе в плюсе его купил. Ты купил порш? Что там? Сколько он стоил тогда в долларах? Ну. Ну. Это тот за 11 миллионов. Ммм. Сейчас эта Поша блять стоит. 19. Ну. Ага. Ага. Тебе инвестировал бро? Слушай, у тебя треки есть блять? Интересные блять? Почему подожрал? Или как? Мы будем именно вот. Ну это связано. Соло вот будем. Чё ты понимает наверное почему Поша подожрал? То что я его купил за рупи. Кого? За рупи. Ну такой отреком. Я не ответил на вопрос. Я каждый месяц смотрю на... Куда за квартиру приходят? Так он каждый день говорит. Ты пресём, ты не оплачиваешь, ты просто складываешь. 900 ев. Блять, ты просто через год нахуй тебе надо будет заплатить там тысяч 10 евро, да? Да похуй. Ага. Знаешь я чё охуел? Когда в Турции мы заселялись. Ооо. Когда мне надо было 70 тысяч заплатить за два жилья нахуй. А я тогда вообще... Я охуел. Там ещё двойные вот... Брат, 70 тысяч долларов почти... Сколько там? 64 или сколько я заплатил? Неудобно. В общем. А я сюда машину купил. Бля... До этого ты купил машину. Уже, Василий, не хочешь взять телефон? Давай. Давай, давай, давай. У тебя 25 процентов. Ладно, у кого был какой самый... Самый ебанутый месяц траты? Вот у меня вот этот месяц был. Самый ебанутый. У меня тоже ебанутый. Самый этот, да. Этот мне тоже. Потому что Новый год, поездка сюда, подарки. То, что я вот сейчас потратился. Ну, тоже, да понял? Угу. Угу. У меня вот этот... Это что-то такое страшно? А? Это что-то страшно? Не, суммарно вышло. Ну, я просто не говорю, пока на чем потратился. Вот. Ну, суммарно у меня вот этот месяц, наверное, вышло миллионов пять. Это, кстати, много. Это очень много. Да. Я тебе сейчас дам гражданство, козёл. У меня вот... Я говорю, вот этот месяц. Ты хоть квартиру махла, что ебанутый? Вот этот самый... Ну, большая трата за месяц, это... Нельзя добавлять сюда казик и депр. Не, не казик, не депр. Ну, может, прошлый, но... Знаешь, 120 тысяч баксов. 120 тысяч долларов? Да. Ну, Мальдивы... Не траты. Просто траты на всякие приколы, инвестиции. Не, это не... Не, это не... Не, инвестиции тоже не считаются. Траты именно всё. Ушло. Траты? Да, траты на себя просто всё. Не, ну тогда тысячу. Ну, машина, потому что считается, как траты на себя? Да. У меня, знаешь, 300 тысяч долларов было. О, охуел, что ли ты, блядь. Самый дорогой день. Самый дорогой месяц. Я так много не тратил просто. 300 тысяч баксов, это такой я. Не знаю. А, ну я... Пишут... Пишут тут речь не... Тут речь про обычные траты, не на хаты и тачки. Ну, у меня всё... Ничего не помнилось, 5 миллионов. Да, бро, если брать, вообще просто, блядь, на 6... Тогда у меня Дубай, 7 дней. Самые дорогие мои... 7 дней моей жизни. Блядь, вообще... О, нет. Мне не было никогда дороже. Ну, блядь, ну там другое. Там типа ты, грубо говоря... Кодарок 4,5 миллиона. О, а... Да. До мы снимали... С плохим парнем по полтора миллиона в день. Ну там Казик был. Он не окупал, брат. Ты же думал, понимаешь? Да. Ты же даже не стримил там Казик вроде. Да. Это было... Костя стримил. Костя стримил. Нет. Костя стримил. Это не окупало. Не, ну... Блядь, да если на жизнь просто брать без этих трат, то, ну... Месяц просто уходит... Хата 6. Типам, пам-пам. Ну, где-то просто 30-40 тысяч баксов. Просто уходит в месяц. Просто вот стабильно. 30-40? Статично уходит. Ну, у меня... Это типа обязательная плата... Миллионов 7 точно уходит каждый месяц. У тебя куда-то? Во-первых... Да, давай реально без Казика, без оплаты квартиры. Вот просто вот на себя. Без... Без донатов, без стримов. Вот чисто похавай. Без стримов? Да. То есть нихуя тогда ноль, блядь. Не, ну, идут... Тогда, блядь, лям, нахуй, максимум. Месяц. Месяц. И вот это сказал кому-то, вот это... Три копейки, нахуй. Вот так... Лям в месяц. Типа выигры тогда начать. Такое купить, да? Блядь, нихуя. Одежду какую-то купить. Вон подарков, кому набрал. Да, подарки классные. Вот. Месяц. А, нихуя. Это не то. Это не то, да. Я перепутал. Но в следующий раз обычно... Нет. Нет, просто без оплаты... А вы говорите, сколько ты мне натишь? Сколько ты мне натишь? Сколько ты мне натишь? Сколько ты мне натишь? Сколько? Очень много. Вопрос к Раша Паверу. Ну, что когда? Пу... Вопрос к злому. Вопрос к злому. Вопрос к злому. Слышишь, артур? А, артур. Не сказать? Не говорить? Что не говорить? Лучше. А что я это не знаю? Что говоришь? А, нет, лучше не надо. Да они будут говорить. Ладно... Вопрос к злому. Вернуть Раша Павера или... Куда вернуть? Ну, щас я ньюскаю. В обратно? Куда? В Россию? Когда он не захочет Даню нежать. Брат, я делал этот вопрос. Нет, конечно. Потому что... А что нет? Я не помню сам вопрос. Они писали, вернуть Рашупавера и общаться с ним или остаться с криками. Ебать, конечно, я тут останусь, потому что жизнь идет, блядь. В смысле вернуть? Что вернуть? В смысле, он вот... В смысле, он не общается с ним? Я с ним где ездил, к нему завтра. Он и там, и тут? После завтра точнее. Да, типа пиздец. Вопросы с каким-то выбором неопределенным, блядь. Да нет, зачем ты выборишься? Игрега бара, блядь. Да нет, в этом ничего такого нет. Что такого? В этом вопросе ничего такого нет, но он бессмысленный. Я знаю, они не поймут. Небо дня у вас залетает, только что надо нахуй. Хуесосы накупили им разве вот этих шлюх ебаных, блядь. Подожди. Макса, можно тебе вопрос? Давай. Смотри. На, поснимай. Смотри. Смотри, короче, ты... Ты сейчас возвращаешься в то время, когда не было Юли. Так. И ты остаешься в 89-ом складе. Фул. И встречаешься с Галичем? Типа, ты остаешься на том прям моменте. А Юля с тобой? И ты начинаешь встречаться с Юлей. Либо же ты остаешься сейчас, но без Юли. То есть ты типа со всеми с нами. У тебя идет жизнь дальше. Но ты понял? Ты не знаешь, как было с Юлей. Не знаешь. И косяки ты будешь. Ты только нажимаешь, и у тебя Юля просто исчезает. И ты возвращаешься в тот момент, и тебе можно... Ты никуда не двигаешься. Ты сидишь дальше в 89-ом складе. Я когда, например, был в 89-ом складе и начинал отношения с Юлей общаться, дружить, играть и так далее. Я же не думал, что типа ебать, я попаду там в Африке. Да мне похуй было. Ну факт. Вот, поэтому ничего от этого не поменялся. Через это я и прошел уже то, что ты сейчас спросил. Да, но у тебя не будет движения. Ты опять дополнительные условия говоришь? Нет, нет, нет. Я сразу сказал, что у тебя не будет движения. Движения никакого, никого роста просто. Ты просто стримишь в фулл тайм. Просто за Аламакой. Ты вот запуткаешь за Аламакой в 7 утра. А почему с Аламакой сразу? Я так решил. Да не 89-ый, это не движение. У него нет движения. Тогда в Африк схват. А этот радостный, как раз поджидал. Ничего не поджидал. Да нет. Макс. Да. Смотри. Ну. Ну давай. От тебя вот очень хотел вопросов лучше. Давай, сядь, сядь. Я пиво хочу. Я хочу пописать. Пиво говорит о том, что надо его вовремя испорожнять. Запомните. Ребята, если вы хотите писать, идите писать. Не надо держать. Правильно. Бля, вот это красиво сказал. Блядь, вот знаете, честно скажу. Если вы на уроке в туалете хотите писать, и вас учитель не выпускает, просто делайте как я. Встаете и идете писать. И похуй. Она на вас пиздит, не пиздит. Потом, зато у вас писюнчик не болит, нахуй. Ничего такого не будет, блядь. Ну их нахуй, блядь. Пусть сами, сука, терпят и несут, блядь. Вы идите писайте, блядь. Свободу писки. Смотри. Сразу говорю, спорный вопрос. Может лучше не задавать? Не, задавай. Смотри. Не бывает спорных вопросов. Ладно, не очень приятный. Давай. Смотри. Либо у тебя все хорошо, но ты возвращаешься к Марине. Это не там ее парню, это просто для вопроса. А ты возвращаешься обратно к Марине. Либо у вас секс с Юлей два раза в год. Ох. Два раза в год у вас. Вы ебать там ждете эту дату. У вас просто два дня, чтобы заниматься сексом. Вы хотите друг друга. Проблема в том, что вы ебануто хотите друг друга. Но вы можете заниматься только два раза в год сексом. Очень жестко. Пиздец. Давай даже десять раз. Чуть ли не каждый месяц, один раз в месяц. Давай десять раз. Давай это вообще какой-то идиотизм. Вы очень хотите друг друга. Пиздец как. То есть вы друг друга супер освобождаете. Один раз в месяц вы можете максимум заниматься. Но смотри. Проблема в том, что если вы займетесь десять раз в первом месяце, вы не можете до конца год заниматься сексом. Но ты должен понимать, что Юля сможет, например, так. Не знаю. Может сможет. Может нет. Слушай, да на самом деле я так думаю, а на самом деле тут и не о чем думать. Тоже верно. Маринка. Я бы никогда не смотрел в сторону прошлых отношений. Я бы при... Даже если бы ты сейчас сказал, что типа быть с Юлей, но там не знаю, вот так же оставил бы два раза в год заниматься сексом, но быть с Юлей я бы все равно выбрал Юлю. Ну зачем? Ну зачем? Зачем мы возвращаться к бывшему отношению, которые уже из-за чего-то закончились? Хорошо. 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 Бля, ты меня вынудил. Клянусь, чат. Бля, чат. Я за себя не ручаюсь, нахуй. Смотри. Быть с Юлей или быть с Мишариком-барашем? Бля, ну тут сильно, нахуй. Ну вот козел, блядь. Ты меня вынудил, нахуй. Клянусь. Быть барашем. Все. Голубок, а так? Где тут? Никогда и все равно не будет такого, блядь. Ну смотри, вопрос. Давай. Прям сейчас, сюда заходит. Так. Блядь, чуть не сказал, кто заходит, блядь. Блядь, ну я не хочу задать вопрос, потому что у девушки есть другие парни, возможно. Так мы просто рисуем визуальную картину. Визуальную картину. Визуальную. Мы же ничего не хотим плохого в жизни. У нее все охуенно. Вот заходит. Ну реально. И Седая. Так. И Антипатя. Так. Кого ебем? Ну ебешь. Макс. Ну Макс. Блядь, ну я про него. Макс, ну Юлька, посмотри. Нет. Нихуя. Мы долбоем? Нет. В смысле ебем. Ну это было в третьем. Блядь. Нет, Юля. Никого не ебем. Не переживай. Нет. Ну это в третьем лице было. Давай. Ну ты типа. С кем переспишь из двух? Там же очевидный вопрос. С чем? Очевидный ответ, Юмиш? В смысле? Да. Очевидный ответ. В смысле, блядь. Переспать с человеком, которого никогда не видел. В жизни даже, ну вообще в живую. Либо, блядь, с человеком, с которым ты жил, блядь. В одной квартире. Типа, блядь. Ты жук? Вы че, они ланутые нахуй. Короче, понятно. Ты по итогу? Нет. Хорошо, давай так. Скилз. Смотри. Тебе надо, ты либо встречайся с Киседа и твой онлайн с каждым годом растет. Либо ты вечно один. Вечно один. Да, вечно? Сигма. Нет, на всю жизнь один. Вечно один. Да. То есть у тебя есть девушка любимая. Ты говоришь быстро, выбирайся, я сразу выберу. Ты один остался? Конечно. Не знаю. Если бы ты вариантик другой выдал какой-то, может я подумал. Не знаю. Мне кажется, вечно одному это безумно грустно. А какой был выбор? Если да, либо вечно одному? Да, и при этом прогрессирует у него онлайн. То есть он вечно растет. Если да? Да. Странно как будто. Как будто одному это вообще пиздец. Представь, что ты через 20 лет будешь один. Через 30 лет будешь один. Да, по крайней мере, нахуена. Я, блядь, когда его клика вижу, он пишет, блядь, я один не в отношениях. Ты хочешь с кем-то быть в отношениях? Тебе одиноко? Нет, нет. Займись собой для начала. Разъеби нахуй. Все, блядь. Найди малышечку. Злой. Злой. Да. Смотри. Представь, что каждый твой клик в моменте в казино нарушает один твой нерв в голове. Ты будешь играть в казино? У них миллиарды, Бром. Ну, похуй, вообще. Мне еще хватит. Они еще регенерируют, тем более. Так что вообще поебать. Нет. Нервные клетки нет. Автоспин. Это 100 спин-офф, это минус 100 нервных клеток. Бонус не был, пойду. Ладно, сколько у нас есть нервных клеток в голове? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Сейчас, сколько есть нервных клеток в мозге? Так а убирается, блядь, больше даже сейчас, блядь, когда я жму на пробел там за один ор, 500 нервов умирает, нахуй. По факту? По факту, понимаешь? Ну, я буду жать пробел. Я зависимый, бро. Я угоман. Я проигрываю деньги. Видишь, что у тебя ноль? Как так может быть? Тоже бывает. 86 миллиардов нейронов, бро. Реально много очень. Поверь, я буду клацать и уходит еще больше. Но не регенерировать. Ну да, это очень много. По-другому никак. Кто его считал, блядь? Ну кто-то считал. Не знаю, я вчера сидел, считал, но я остановился на 6. Я на 6 миллионах остановился, а потом заебался еще. Я просто на 6 такой. Да, мы уже слишком много. Тем более, как они выглядят вообще нейроны? Блядь, почему у меня нету кинта нейрон? Просто, чтобы имя было нейроны. Джимми нейрон. Джимми нейрон. Джимми нейрон. Он поймет. Либо ты. Либо ты. Конечно. Можно идти продолжать. Можешь приходить ебашить? Но если мне придется встречаться насильно, ебашь, блядь. Не, смотри, она тебе нравится. Она тебе нравится от пиздец как. Она тебе нравится скиллзору. Но ты на скиллзору первому. И ты ее у него забираешь. Может, скиллзор бы поступил так же на моем месте. Он бы тоже ее забрал. Да не. Да, да. Каждый для человека поступил, да? Не, не уверен, что нет. Не, если бы она мне не нравилась, мне было бы похуй. Ну типа, если она мне нравится, ну да. Ты бы увел у злого девочка? Он никогда не увел. Как понять, увел. Мы в отношениях, и он увел. Не, 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 смотри, она нравится ему. Она нравится ему и тебе, Вадим. Будем спорить. Давай поспорим. Ну давай, конечно. Делить будем. Не, ну девушка, это не вещь. Ну что ты споришь? Не, если ты просто уже задал признаки, что нравится от пиздец. Но для меня... Смотри, ну она нравится скиллзору. Они с ней общались. Все прикольно, и ты ее, по сути, вот просто, просто забираешь. Я могу бы с него качать? Жизнь, она нахуй. Не, 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 это его выбор. Не, 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 это его выбор. Не, почему? Если он захочет, она будет с ним. Если она уйдет к нему. Брат, это правило, это... Наоборот, это заебись. Это не жизнь, это правило, блядь. Это правило игры. Мы в Джуманджи. Джуманджи. Один спин, один день. Что выберет? Да не, это нереально. Это всю жизнь за один стрим прокрутили. За стрим просто в ебу нахуй жизнь. Пиздец. Не, да конечно, тогда это не надо. Просто засеблюсь. Фиксанул то, что есть. Хотя, блядь, ну, а если я выигрываю, то плюс жидуха, да? Нет. Бро, прикинь, в Казе ты выигрываешь не только деньги, но и время жизни. Нет. Хорошо. Продеваешь жизнь выигрышами. А давай так. А давай так. Рискнул бы, смотри, рискнул бы играть на жизнь с 10x коэффициентом. То есть каждая твоя минута жизни это как один доллар. Понял? Только который из 10. И что надо сделать? Типа ты спинишь, и ты можешь выиграть жизнь. Ну все твои, все твое время в кучу. Ф пишут. Ф это мне они пишут. Ф это они мне пишут. Нет, лагала, только что лет 700 было. Ну сейчас 2 500. Бро, нахуй. Ну типа, понимаешь, человеческая жизнь, она так рассчитана, что... Бля, я как душно, да? Ну, блядь, бро, ты бы хотел жить 200 лет? 300? Да. Посмотрите, как все твои друзья умирают. Няма, 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 няма. Я бы сделал вам самые хуенные гробы в мире. Тебе я бы сделал, нахуй, гроб ситбанан. А мне гроб чипс. Вышло, короче, аниме, путешествие впервые. Там эльфийка живет уже несколько тысяч лет. И она... Причем быть 300 лет. Чего, чем поколение пережила. Похуй, сколько мне лет. И для нее жизнь это совсем, совсем другое. Говорит, ну ладно, посижу, перми 30 лет. А когда живет уже, блядь, 5 тысяч лет, еще может 5 прожить. И еще поебать. А прикинь, там встречают человека, там, 20. И она его все равно переживет до 80. Прикинь, сколько ты раз видел смерти своих близких людей. Ты к этому привыкнешь. А это может задамажить психику, бро. Психика человеческая, она очень непреязвимая. Ты не будешь привязываться так сильно к людям. Тогда твоя жизнь превратится в хуйню. И ты будешь желать о том, чтобы она закончилась. Ты не сильно привязываешься к людям. Это, кстати, факт. Но в целом, я бы ебал бы жить 200 лет. Ну ему нахуй. Я бы хотел 50 насыщенных, чем, блядь, 300. Ну, блядь. А как общество на это реагирует? Ты ебать 300 лет? Найс. За вашим номеном. Главное, чтобы опыта на меня не ставили. Опыты. Что за вопрос? Хотел бы жить 400 лет? Конечно. А если я буду таким единственным человеком в мире? Конечно. Не. Избой. Я уже тоже сказал, да. Прикинь за нами весь мир будет наблюдать. Все будут считать. Он живет 100. 101, 102. И будет ждать, когда мы сдохнули. Потому что мы ебать, когда проживем. И, возможно, гены попадут его сыну или девушке. И мы с Лаксом будем просто ебать станок. Другой любите. То, что получатся гены, так одинаковые гены. Не говорите, если вы поднимаете друг другу 100 лет, то точно кто-то из вас родит. Не. Да? Типа что? Чел появится в какашке? Ну пусть знает. Я не знаю. Ну просто... Ладно. Вы живете вечно. И вы не можете вообще никак умереть. И вы переживете все человечество и останетесь вдвоем. Охуена. Охуена. И ничего не будет. Будем кататься на динздадах. Я кричу. И на трицератора все. А там уже придумывают летующие машины. Да. Все придумают. И мы будем смотреть по галактике. Ну что ты злой, сука? Аааа. Сдох. Аааа. 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 Чел, прям. Ну триста лет жить это жестко. Я думаю, что... А прикинь, триста лет каждый день крутить катик еще в это время. Не. Ебать, ревка жесткая будет через триста лет. Ебать, через триста лет ревка. Ревку умрут уже, блядь. Будут внуки ебашить. С нами, кажется, даже сейчас думают, что типа... Короче, я уверен. Ладно, давай заводский вопрос. Давай. Смотри, ты продолжаешь крутить казик, но когда ты умрешь, все твое родовое дерево в течение тысячи лет должно крутить казино. Какую, я ж умру. Мне вообще будет поебать. Я ж не буду ничего чувствовать. У тебя родится ребенок, который будет вынужден крутить казино. Всю жизнь. Бля, жестко, нет. Там вопрос был? Я бы сразу отказался. А вот если б ты увидел, например, у тебя родится ребенок. И он видит, ты увидишь, что ты он казик ебашит. Че ты делаешь? Завяжу ему руки вот так. Реально, ты ему запретишь казик играть? Конечно. А если по твоей репке будет? Чуть-чуть вернется в семью. Кэшбэк. Ребят, вы не понимаете, просто, когда человек умирает, он ничего не чувствует. Когда вы живы, вы что-то чувствуете. Когда вы умрете, вам будет похуй на все вообще, на ваши деньги, на все вообще. Но поебать на все будет. Вы не будете это ощущать, так что... Просто, если говорить, нет, я хотел бы так, на это типа лицемерство, ну, тебе действительно будет поебать, когда ты умрешь. И все, ничего не будет. Ты не сможешь повлиять на... Смотрю, типа, за собой оставить рот. А жизнь-то одна, если честно. Нет, это факты. Я бы заебашил сына, чтобы он казик крутил. Отсуждаем. Почему? Ну, запретил бы. А они бы заебашили. Это правило. Ну, запретил бы. Нет, ну, детям я бы оставил записку, типа, будь молодцом. Нет. Вот он отец года, ребят. Будь молодцом. Я? Он? Нет, если кто-то не больше, не похуй. А вот если бы сын... Нет, нельзя. Запрещали. Делаем. Нет, нельзя. Запрещали. Не будем делать. Мы его забаним и сделаем. А если он придет к нам на стрим? Я... Пусть. Ладно. Злой. Смотри. Выбери, кого посмотрел и фанател твой сын. По маструю или по Дане Милохиным? Ну, если будет сын такой, как я, ну, именно характером, то... Знаешь, что? Можно, смотря на других людей, учиться на их ошибках. Ну, и не впитывать их. И он бы видел, допустим, что маструю в ебу и дохуя бабок, в депрессии и так далее, и все, и... Он замечает только хорошее. Да. Он не видит, что он ебывает. Он видит, что он выигрывает. Он видит только победы по 500 тысяч долларов. Да. Похуй ему надолги на все. Ну, похуй. Духуя людей смотрит и видит, что... Нет. Смотри, я в детстве, наоборот, думал противоположное. Я смотрел... Какие могут фанатей? Ответь. Лучше задание Милохиным. Он добрый тип, добрый, занимается спортом. Добрый. Прививает хуевые качества людям. Он безобидный тип. Веселый, забавный, добрый. Он не боится что-то спросить. Он занимается спортом. Я ничего плохого про Милохиный говорил. Типа, конечно же, о Дане Милохиным ебать. Не вижу ничего плохого в нем. В целом. Просто ты поставил Даню Милохиным на его устроя. Устроя, который... Два разных максимальных человека. Два супер разных человека. Это устроя, который ебашит казик. А что плюсы пишет? Жесткие. Не знаю. И Даня Милохиным, который стримит на супер безобидных, записывает тиктоки веселые и занимается спортом. Ну, кстати, я не дам. Скоро у него скоро бой. Да? 16 февраля. Бой с... Дочка шлюха или сын лудоман? Не, ну если элитная шлюха, то это... Реально? Прикинь, она содержать меня потом будет, ебать. Будет миллионершая ебать. Ну какая-то жесткая. Она будет... Эть, я вообще... Директором и сколько-то. Что ебанат? Мне кажется... Если бы я знал, что у меня дочь испортится, я бы от нее отказался, нахуй. Бля, я... Я бы дом бы сдал, нахуй. Я честно, я не знаю. Я не хочу... Я боюсь, что у меня родилась дочь, нахуй. Это же воспитание. Бля, я просто представляю. Представляешь, я всю жизнь коплю, покупаю хату. У меня рождается девушка, и какой-то тип ее ебет в моей квартире, нахуй. Что за бред вообще, а? На моей кровати ебет мою дочь. Умом придумал. У тебя рождается дочь, она становится испортницей. Ты ее сдаешь в детдом, а потом их заказываешь. Скилзу. Осуждаю. А скилз берет? Нет, это пиздец. А че? Скилз улыбается, ребят. Да, блядь, задумался. Не, я хочу пацана ебать. Что? Бля... Мужик! Вырастет мужик ебать такой. Бля... Я его на футбол. Я его на бокс, блядь, ебам. Плоечку дай с ним. Блядь! Пиво заставишь гонять. Нет. Если у меня родилась дочь, я бы рассказал, как вообще, какие парни существуют, и как с ними общаться, и как с ними поступать. И она была бы самая... Да, она была бы самая зашуганная, блядь, в мире. Не зашуганная, это была уверенная в себе. Не, она была бы самая зажигавшаяся была. Не, она бы самая зажигавшаяся была. Таких бы типов, которые яйца подкатывают, просто по дефолтам говорила, Вася, свои яички, возьми яички. Ты бы настолько заебал, что бы, нахуй, сбежала из дома, блядь, и ебалась бы где-то там, нахуй, в туалете, блядь. А мы с приплатой дочь. Тоже... Нихуеть. Родственники. На, Тимаги, ель. Куб. Два отца. Что за Кумаша Питкова не была? Кого? Он же понял. На, один-один, поздравляю. Найс. Я говорил карту. Нет, я говорил 2-0-0. Я говорил, что эту карту могут выиграть. Один-один. Потому что там, помнишь, я тебя называл карты? Пик, скалтовый, я тебе наговорил. Да похуй. Ладно, сделайте предложение Юлии или сесть в тарелку какаши каши. Фу, блядь, это это хуйня. Ой, подавится? Охренел, что, блядь. Ну, козёл. Ну, Юшка бы сделал предложение. Да чё ты пиздишь? Клянусь. Да ты пиздишь. А прикинь, иди сделай. Прикинь, это вопрос был с засыпкой, и сейчас заходит Юля. Встаёт вот тут. И ты ещё сделаешь предложение. Ебать, это жёстко было. Засыпкой. Подожди, ну давай так. Сделать сейчас предложение Юлии или понюхать пенис Скиллзора? О-о-оу. Прямо. Вот он прям снимает трусы, вываливает, и тот говорит. И ты, фантастик. Маша, у меня нормально, можно соглашаться. Сейчас сделаем. Делай предложение прямо сейчас. Я отверну камеру. На тренинг перевернул. Хуйня вопрос. Хуйня ли это? Вопросы хуйня, если честно. Есть ли ещё вопросы интересные? Хуйня вопрос. Отвечай. Хуйня вопрос. Не готов, Юльке предложение? Готов. Делай. Ну не сейчас. Не делай. Тогда нюхай. Деваль, предложение жёсткое, если честно. Что вы боитесь? Нет. Я не боюсь, но зачем сейчас? Боюсь, зачем сейчас? Вопросы не помню. А ты мне квартиру на маму оформил на себя? А? Сейчас на себя. Слышишь, можно вопрос? Вопрос к злому. Стримить казино и не иметь друзей? Или иметь друзей и стримить казино? Иметь подругу можно? Так можно и подружку иметь. Какая разница сейчас или не сейчас? Сука, Самир, ты дурак нахуй. Зачем сейчас сделать предложение? Ну ты готов? Ну. Ну. Морально. Морально? Морально? Она не может претендовать. Слышишь? Подожди. А почему она не может претендовать на эту квартиру, если вы вместе, так сказать, общими усилиями ее запармили? Сложный вопрос, да? Сильный. Ты думал это тут? Ну конечно она претендует. Так я и сказал, что я ей в этой квартире, которую я купил, я ей стримерскую выделил уже. Там уже будет свой дизайнер. Ну конечно, когда мы расстанемся, у нее будет своя копимашина. Охуеть. Кстати, вы правильно понимаете, что если она с тобой расстанется, у нее единственное, что будет, это Эшли вот эта, блядь, маленькая пупка. Нет, Эшли тоже моя. Горгача. Ну мы не расстанемся никогда. Спасибо. Юль, задумайся. Тебе, к сожалению, нельзя расставаться уже у тебя. Пизду. Этот как у меня баня. Эшли умрет. Ферсок, я сейчас начну-ка говорить, ты меня не остановишь, козел ебаный. А ну говори, что ты? Не, не могу. Ты только угрожаешь. Ты никогда не говоришь. Не, не хочу. Забочи микрофона скажу тебе. А что с Ферсоком можно, блядь? Не, не сделаю. Дай путь его. Нет. Я Ферсок должен. Если дальше лепнуть Ферсок, то чтобы его открутить, будет Вежалик 45. Не знаю. Если лепнуть Ферсок, то там ни один спин нельзя, ни одного бонуски взять. Ты сейчас должен будешь. Я? Нет. Просто доходишь. Просто в Фьюри там нельзя спин держать. 0-1. Пожали руки, забились. Где мы забились? У меня ни одной от этих хитлб. О, я Лакс. Сэм, блядя. А я Лакс, кстати, поиграю ночью с Тангилькой. А потом скоро старенька будет. О, блядь. Так я-то при чем, брат? А я при чем? Это Юльский, который с ним проводит скорбь? Время. А че кинул? Это дело? Ну вот и решили. Сначала я лох, а потом я не лох. Ну если тебе не зажались, то у тебя малая будет половину Максимина забирать. Ну... Ну... Мне не жалко. Я могу опять. Да, клянусь. У тебя когда-то появится отношение, я так распизжусь, это пизда. О. Я волк. Ага. Ну и че, еще не долго осталось. Я потом... Я заговорил. Я тебе, блядь, сейчас дам. Васечка, ну нахуй вы облизываете, суки. Вы сосете прям это... Дай мне салфетку. Будь добр. Да, облизывай, облизывай. Они прям... Эту хуету, блядь. Она вся мокрая, влажная. Она аж покусанная. Посмотри, кто-то икла оставил на этой залупе, блядь. Кто-то так отсасывает жутко. У кого ротик рабочий, блядь. Свисточек, блядь. Макс. Да. Жесткий вопрос сразу, блядь. Да. Еще раз. Смотри. Сразу будет два... Два жестких правила. Смотри, ты отвечаешь только за данный вопрос. Сережа и Юля расходятся навсегда. А при чем? Сережа и Юля? Да я путаю всегда их. Сережа и Оля расходятся навсегда. Сережа и Наташа находятся. Так. Знакомься. Сережа и Оля расходятся навсегда. Либо... Ага. Тебе... Нужно засосать Олю жестко, понял? Ну... То есть ты как будто пьяный, ты засасываешь Олю и прям за жопу шмякаешь нахуй. Об этом никто не узнает. Но они дальше вместе и у вас все хорошо и Юля об этом не понятно. Так при втором какие минусы? Оля минусы. В смысле Оля расстается и застала там все. Нет. Ты говоришь либо Ольга расстается, либо я сосу жопу. Ты... Ты... Если ты ее засасываешь, то они не расстаются. Ну... Просто застаешь ее. Какие минусы? Задаю жесткий вопрос Максу. Охуеть. Короче смотри. Да нет, ну конечно пусть расстаются лучше. Макс смотри. Я Юльки никогда не справлюсь. Смотри Макс. Вот есть малая, ты ее любишь. Пока он дед. Слушай. Есть малая, ты ее пиздец любишь. Понял, блядь. Обожаешь прям пиздец и она тебя любит. Но есть такой нюанс. Тебе придется сейчас выбрать. Или у малой... Ты узнаешь, что у малой было 100 типов, которых ты не знаешь. Блядь, это дефолтный вопрос. Или ее тулило 4 твоих друга и ты их знаешь. Я не об этом знаю. Блядь, уже задавал этот вопрос. Конечно, да. Так это каждому можно задать, ты охуел. Это два варианта хуевых. Конечно. Как она выбирает? Еще раз. Ты знаешь, что у малой было... 100 типов, которых ты не знаешь, или 4 твоих кента. Или 4 твоих кента. Руки-базуки. Еще раз. 100 типов, которые с ней занимались сексом, но ты никогда об них не узнаешь. Или 4 кента... Либо строго бустер руки-базуки и... Да нет. Или 4 кента, которых ты знаешь. Злой. С ней занимались сексом. И ты... Строго. Бустер. Злоки-базуки и злой. Нет. Хватит Юльку в пример приводить хуй. Ну, блядь. А кто? Не Юлька, блядь. А Ринка, нахуй. Блядь, Юлька в России я не знал. Да, это жестко. Кого ты выберешь? Что ты выберешь? 100 рандомных типов или 4 кента? 4 типа нет. 4 типа, а потом расстался бы. В смысле потом расстался? Ты ее любишь, брат? Блядь, ты не можешь расстаться. Ты любишь? Ты без ума от нее, блядь. Типа вот это, да я и любил тебя. Ладно, не будем. Ну, либо в компании еще шутить, как кто ее ебал потом, друзья. Да, конечно, да. Ты пошутел бы? Нет. Конечно, никогда, друзья. Я же будешь для эмоций в мае. Иж думаешь, чтоб завести мопса. Ну. ДУМАЙ! Так он уже гадал. Он сказал расстаться. Блядь, такую грязь хочу сказать, пьедец. Почему? Договори. Гадость. Но я не хочу, вдруг неприятно будет. Человеку. Ну, думай. Не покупай. А я при чем здесь? Я просто вопрос задал. Шарисан, ты решаешь говорить не говорить. Воробей не воробей. Вылечит не воробей. Я вижу, я вижу. Они уже угадали. Они уже угадали. Я вижу. Я вижу. Я вижу. Я вижу. Ну, блядь, ну, медийный мир он такой, на самом деле, что у одной девушки может быть там четыре парня, или у одного парня может быть четыре разных стримерши, девушки. Так. Ну, поэтому я бы выбрал, наверное, второго ряда. С кентами. Ну, че. Да-да-да. Еще бы узнал у них, как правильно. С новым. Так нет, смотрите, что тебе это по факту дает? Смотри, когда ты понимаешь... Подожди. Когда ты понимаешь, что у твоей девушки было сто парней, довольно вопросительно. А когда ты знаешь, что четыре кента... Я знаю, что у него всего четыре парня. Четыре парня, на самом деле, вообще хуйня, по сути. В ближнее время... И ты знаешь, что это твои кенты, и они нормально. А если они все объебки ебаные, ублюдки ебаные? Вопрос Ави Лона. Давай. Пошел. Встречаться с бывшей девушкой ДИСАУТ или твоя девушка уйдет в КТОКСУ? А как твой вариант-то выбрать? Не понял сейчас. Так это с чата задали, я то что? А что мне? Возьми. Пошел. Сильный. Подожди, еще раз повтори. А я потерял уже. Еще раз ему повтори, он не понял. Он думал, может ему показалось, еще раз повтори. Встречаться с бывшей девушкой ДИСАУТа или твоя девушка уйдет в КТОКСУ? А как это? Я тоже не понял вопрос. Как это выбрать? А я не понял. Это вообще два разных человек получается. А нет, исход один. Один я забыл. Я не понимаю вообще, клянусь. Я тоже не понимаю. Хочется? А. Выпить Пепси. А не, поясни. Я не понимаю, как... Типа одно и то же? У меня нет отношений сейчас, как и моя девушка уйдет к ТОКСУ. Или это то, что моя бывшая девушка уйдет к ТОКСУ? Я не понимаю. Я тоже не понимаю. 5%. О. А подержи, сейчас я приду. Есть какой-то джаз? Пошел. Ладно. Резкий. Ой, мне фрутовски скинуло какой-то клип. Ну, можно только открывать, смотреть? Я открыл, там ничего нет. А. Вдалили уже, походу. Почистили, блин. Ладно, резкий прислайбик. Сейчас дам чату. На. Ты кайп. Резкий. Прислайб чатик. Да. Он не заряжает. Есть зарядка, пауэрбанк какой-то? Нету? Аксессуары используют слишком много энергии Подключай к розетке, стой там Не, реально? Ну вот, иди ключи Блок, а сам будет сидеть Не, у меня Только такси Сейчас Ровод принести Я сейчас принесу Ням, вот-вот-вот есть Я сейчас дам длинную очень Давай Батчику Ничего, они смеются в чате Бам-бам Блядь Испугался в час, смотрел Давай посидим, давай посидим, поговорим Давай посидим, поговорим Давай посидим, поговорим А, все заряжает А сколько время? 42 минуты 42 минуты, вам кабель нужен? А сколько времени? А сколько времени? 8 кабель, да Какой? А ты все иди, Костян Я тоже иду Куда же идешь? Куда идешь? Ты куда идешь? А, ты бам-бам А, боимся ты не идет, да? А время уже какое? А, ну да, кстати, время тоже Тебе скоро тоже надо быть А, блядь Я думал, будут опросы про ебли Сколько сук было за день Там, ты бери Сколько у тебя было за день? 0 Нет, ну от 2 Ну от тебя что за девушки? Ну я не знаю Больше 100? Нет, больше Пиздец Может ты больше? Куда я сяду? Куда я сяду? А как не проси? Оп Хлобаум Хасяна, дай пиво еще Какое? Брат, ну это пиво вообще неадекватное Какое? Так ты его весь вечер пьешь Так оно неадекватное, брат Оно бошку сносит нах** Не, это хуня Ты бил? Да Срывай Бля, надо же Ой, ты чё такое пишешь, гадость? Ну слушай, да и... Как сказать? У каждого в своей жизни свои стримы Типа такое писать не надо Чё? Чё такое? Не, ничего Кстати, плохой парень У него охуенный Вот этот Вот тут охуенный у него это Что? Куплетик Вот это Мне очень нравится Вот этот парень здесь Здесь? Ну именно вот это Куплете охуенно Вы не были готовы к этому Держать шоу? Вы не были готовы к этому Держать шоу Я тут все Не-не, пошли бэмсить Сейчас придёт Проводы Пойдём бэмсить Не знаю, мне вообще не палит Я могу не стримить Пойдём бэмсить Пойдём бэмсить